Если российские банки отключают от международного финансирования, это рано или поздно отразится и на зарубежных партнерах России. Об этом в интервью немецкому телеканалу АРД заявил Владимир Путин, находящийся сейчас в австралийском Брисбене на саммите Большой Двадцатки. Они хотят завалить наши банки, но тогда они завалят Украину, сказал российский президент. Путин также заявил, что Россия не будет требовать от Украины досрочного погашения прошлогоднего зимнего кредита в 3 миллиарда долларов, но случится это в том случае, если общий долг самой Украины превысит 60% ВВП. Сегодня в Австралии завершился первый день работы саммита Большой Двадцатки. Путин встретился с президентом Франции Франсуа Аландом, премьером Британии Дэвидом Кэмероном, председателем Совета Министров Италии Мато Ренци и канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговора с президентом США Бараком Обамой пока не было. Главной темой всех, без исключения встреч, стали события на юго-востоке Украины. Президент Путин подробно разъяснил в нюансах российский подход к этой ситуации. Так, например, прокомментировал переговоры с Ангелой Меркель пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Говорили, впрочем, не только об Украине, но и о вирусе Эбола. Путин пообещал Гвинеи, например, подарить российский госпиталь, оборудованный для борьбы с особо опасными инфекциями. Госпиталь будет доставлен в Гвинею в качестве российского дара, сказал Песков, комментируя вот эти заявления Путина. Ну а за рамками саммита в Австралии, в Брисбене проходил сегодня митинг противников российского президента, которые обвиняли Россию Путина в давлении на Украину и в событиях вокруг крушения малазийского Боинга в июле этого года. Давайте посмотрим картинку, что происходило в Брисбене. Ну, в основном мы, конечно, видим, что это представители украинской диаспоры. Путин not welcome in, не вижу, что написано. Ну, в общем, не ждут представители Украины Путина в Брисбене, видимо. Вот, соответственно, имитируют похороны жертв малазийской катастрофы. Ну, а в столице Грузии сегодня прошел другой митинг партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Он посвящен митинг России и ее отношениям с Абхазией и Южной Осетией. Сам Саакашвили, который в Грузии, напомню, объявлен в розыск на митинге, появился лишь посредством видеосвязи из Киева. Ну, а подробности все сегодняшних выступлений в Грузии в материале нашей коллеги Софии Тетрадзе.